Все сложности в планировке кухни, которые возникают у обычного человека, на мой взгляд, связаны исключительно с избыточностью. Уж слишком много полезных комплектующих предлагают производители мебели. Им вторят дизайн журналы, рассказывая и иной раз отпугивая, всеми этими теориями функциональных зон и сложностями их планирования. А на самом деле постичь азы можно за полчаса. В этой статье мы разберем основные принципы создания индивидуальной кухни. Для начала посмотрите на план имеющегося в вашем распоряжении помещения, прикиньте, какой вариант более гармонично впишется в пространство. Мордекор линейное название говорит само за себя. Это очень распространенный вариант расположения кухонной мебели, особенно в маленьких квартирах. Параллельные два ряда мебели находятся напротив друг друга. При таком варианте расстановки основные функциональные зоны можно расположить по обе стороны от прохода, что сократит расстояние, пройденное вами за весь период работы на кухне. Важно знать. Расстояние между двумя рядами мебели друг напротив друга должно быть не менее 1,2 метра. Это обеспечит удобное пользование нижним уровнем шкафов. Дизайн бюро и коуп образная такой вариант обычно используется в пространствах квартир за 100 кВМ, поскольку требует простора и открытости. Единственным минусом можно назвать образование двух внутренних углов. Хотя, учитывая разнообразие технических решений для оптимизации угловых элементов, это несущественно. Building Center No. 3G-образная вариант на фото, который встречается чаще всего в апартаментах, которые не вызывают чувство скованности и компактности. По сути, это не замкнутый четырехугольник. Вокруг такой зоны может образовываться целая история действий, так как здесь вполне можно расположить место для приема пищи и общения всех членов семьи. Жулия Наварск-Красноярск-Остров-Остров-Везение, я бы так назвал эту планировку. Это техническое решение могут воплотить счастливые обладатели больших кухонных зон и немаленького бюджета. Здесь не обойтись экономичной кухонной техникой, поскольку вытяжки для островов стоят значительно дороже, чем обычные, тем более что понадобится довольно мощный вариант. Другой вариант, эта вытяжка, интегрированная в столешницу, тоже не дешево. Blackpool Kitchens, кроме того, здесь мы сталкиваемся с такими техническими задачами в интерьере, как опускание уровня потолка для расположения вентиляционного короба и подводка электричества в центр помещения через пол. Masseroni Construction G-образная, угловая, но и, наконец, самая распространенная планировка угловая. Хованская Олга иногда планировка кухни зависит от возможностей пространства. Но приступая к ремонту, не забудьте о не менее важной планировке, исходящей из функций и задач. Обычно я составляю полный список действий каждой хозяйки и хозяина на кухне. И разделяю их на четыре основных – хранение продуктов, мойка и уборка, приготовление пищи, прием пищи. Обычно каждый раздел наполняется довольно широким списком подразделов и пунктов, которые вам нужно составить, исходя из собственных потребностей. То есть, сначала вы перемещаете купленные продукты из пакетов по местам хранения. Затем выбираете нужные, моете и измельчаете, проводите термическую обработку. Достаете посуду и наслаждаетесь едой. Потом удаляете отходы, моете посуду и сушите ее. Вследуя этой логике, попробуйте расположить все четыре зоны – хранение, мойка, уборка, приготовление пищи, прием пищи – так, чтобы вам не пришлось перебегать от одного конца кухни к другому за внезапно понадобившейся лопаткой для переворачивания пригорающего блина. My Father's Heart – как правильно хранить продукты – основная ошибка. Мы привыкли все, что только можно, держать в холодильнике. На самом деле, есть три температурных режима хранения – 0,8С, 8,13С, 12,15С. Сразу оговорюсь, что задача с температурным режимом от 8,13С и выше решается только погребом или неотапливаемой кладовой. Малтилины с зоны 0,8С, холодильник, большинство фруктов и овощей. Зона 8,13С, погреб, фрукты. Дыня, лимон, ананас, грейпфрут и экзотические манго, папайя. Овощи, помидоры, сладкий перец, кабачки, огурцы, лук, картофель, чеснок и баклажаны. Зона 12,15С, сухое прохладное место, фрукты, авокадо, бананы, гранаты и цитрусовые, лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты. Овощи, огурцы, стручковая фасоль, тыква, дыня, сладкий перец, помидоры, арбузы и цукини. Почему вам не нужно засовывать все подряд фрукты и овощи в холодильник? Хотя бы потому, что после переохлаждения они теряют до 70% своих витаминов. Также витамины очень чувствительны к свету. Поэтому, если вы храните фрукты и овощи вне холодильника, кладите их в темном месте. Вэлборн Кэбонет Инк. Вайербэскетс, яблоки, бананы, груши, абрикосы, сливы и дыни не выносят взаимного соседства. Храните их отдельно, так как они выделяют этилен. Газ, стимулирующий созревание плодов. Не удивляйтесь, если заодно прорастет и сгниет картошка. Не храните различные типы продуктов в одном отсеке, это приведет к смешиванию запахов. Вэлборн Кэбонет Инк. Бэйс Спайс Кэбонет. Храните предметы там, где они чаще нужны, прорабатывая зоны хранения различных предметов. Следуйте логике ваших действий, производимых данными предметами. То есть, ножи храните там, где вы режете, тарелки там, где их моете, специи там, где будете их использовать. Экстратап – это еще несколько правил. Чем тяжелее предмет, тем ниже его располагают на хранение. Радиус быстрого доступа человека до предметов приблизительно один метр. Все, что можно убрать со столешницы, уберите в ящики или на фартук. Это могут быть столовые приборы, половники, доски, специи, чашки и многое другое. Главное, не переусердствуйте с крупногабаритными вещами, они закроют вам обзор столешницы. Чем реже вам понадобится предмет, тем дальше он должен находиться от активных зон. Саузерн Киченсинг Мойка. Уборка. Что учесть? Идеальное расположение кухонной раковины на 30 сантиметров от стены, не менее 30 сантиметров до ближайшей плиты, газовой или электрической. Мойку размещайте как можно ближе к выводам водоснабжения и канализации, а посудомойку и бытовую химию – ближе к мойке. Если вы правша, то посудомойку логичнее всего располагать левее раковины. Обычно человек, стоя перед мойкой, держит тарелку в левой руке, а в правой у него губка, которой он стряхивает остатки еды в ведро. Далее левой рукой тарелка ставится в посудомоечную машину. Соответственно, у левшей все наоборот. Дизайн-сет-мэч измельчитель пищевых отходов – очень полезная вещь, которая стоит разумных денег. Это чудо-машина подключается напрямую к сливу и в нужный момент измельчает любой пищевой мусор, смешивая его с водой и отправляя в канализацию. Измельчитель не избавит вас от мусорного ведра, но избавит от запахов гниющих отходов, которые образуются в считанные часы. Жулия Наварс Новосибирск, планируем место для приготовления еды между мойкой и плитой, должен быть самый большой участок столешницы, но не более 1,2 метра. Плита должна располагаться не ближе, чем в 300 миллиметрах от края столешницы. Добавьте подсветку. Подсветка кухонной столешницы – это не просто прихоть дизайнеров, но функционально значимый атрибут. Дело в том, что люстры или споты отбрасывают тень именно на то место столешницы, на котором вы хотите сейчас работать. Тон и саботину, если хватает места, удобнее расположить духовку выше уровня столешницы в отдельном шкафу. Если вы решили замаскировать печь или микроволновку в шкаф, то будьте готовы к запахам пищи в нем. Микроволновые печи лучше располагать по соседству с холодильником, так как печь в основном используется для подогрева пищи. Совет – не поднимайте микроволновку выше 30-40 сантиметров над столешницей. Если поставить ее на высоту 60 сантиметров, вам уже будет тяжело управиться с горячей тарелкой супа. Но в этом случае плюсом является более открытое пространство столешницы. Банка-воркшоп маленькой кухни. Мини-плита, маленькие кухни обычно находятся в маленьких квартирах, а люди из маленьких квартир редко приглашают сразу много гостей. Обычно на кухне одновременно используется не более двух конфорок, 3-4 уже включают при подготовке пира. Поэтому смело можно ставить варочную панель на две конфорки. Китчен Кэпитал Ва – фильтруйте воду в трубах, задумываясь о здоровье. Люди начинают покупать фильтрованную воду, задумываясь о здоровье и бюджете, ставят фильтры. Наиболее приемлемый вариант – это фильтр обратного осмоса. Не пугайтесь, все очень просто. Под давлением водопроводная вода проталкивается через мембрану, ячейки которой пропускают только равные молекулы, или молекулы меньше молекул воды. Этот фильтр имеет накопительный бак и может устанавливаться как отдельный кран, или как совмещенный в смесителе с двумя изливами. Как вы понимаете, в смесителе с двумя изливами чистая вода не пересекается с обычной водопроводной. На боков, где принимать пищу. По законам эргономики, обеденный стол удобнее всего располагать неподалеку от плиты, но дальше того расстояния, куда разлетаются брызги. Обеспечьте свободный и короткий путь от варочной панели к столу. Барная стойка лучше подходит для легкого завтрака. Ужинать приятнее за полноценным столом. Dell Custom Builders и не забывайте про место для еды всех членов семьи, в том числе и животных. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Благодарю за просмотр выпуска. Подписывайтесь на канал. С вами была Алиса Иванова.